Приветствую вас в музее радио имени Александра Степановича Попова. И сегодня наше внимание привлёк вот этот уникальный экспонат, в какой-то степени относящийся к самому радио. Это перед вами импульсный высоковольтный трансформатор, так называемый трансформатор Теслы, который действительно изобрёл Никола Тесла, великий изобретатель и учёный, в самом начале 90-х годов XIX века. Он мог вполне стать искровым передатчиком, но не стал по одной причине – Тесла не заинтересовала связь как таковая. Он изобрёл его как источник передачи энергии электрической в больших количествах на любое расстояние. Ну а у нас маленький макетик, а это, может быть, и большая установка. И вот так вот работает. Пожалуйста, передаёт сигнал. По этому принципу, как перед вами, он построил уже в самом начале XX века под Нью-Йорком башню высотой 57 метров над землёй, да ещё 34 под землю уходила. В целом, с 20-этажный дом. И на верхней части, так называемом терминале, создавались немыслимые заряды – десятки миллионов вольт. И когда он проводил опыты, над Нью-Йорком возникали полярные сияния. Так ионизировалось пространство, что небо светилось. У нас маленькая установка, всего 150 тысяч вольт. Но, как видели, искра хорошая. И, конечно, это может быть передатчиком энергии. И вот сейчас я беру лампу, обыкновенную газонаполненную, конечно, лампу. Они у нас на потолках, они у нас где-то в домах и так далее. Кстати, сегодня ещё есть в каждом доме энергосберегающие лампы. Ну, скажем, вот такого типа. Ну и другие. Они тоже газонаполненные. И смотрите, как она может светиться. Хорошо, когда близко. А вот здесь уже слабо. Ещё хуже. Совсем не светит. Какой-то метр с небольшим. И 150 тысяч вольт не хватило. А от той башни под Нью-Йорком с миллионами-то вольт подобные трубки, колбы, банки, наполненные газами, загорали за 25 километров. Ну, в жизни это для передачи энергии пока так и не применилось, кроме тех малых моментов, которые я вам сейчас показал. И поэтому подобные установки используются в эстрадных шоу для спецэффектов световых, в цирке у фокусников, но не для реальной передачи энергии, потому что она распространяется во всех направлениях, и поэтому не везде это надо. Вот такой уникальный аппаратик нам был подарен. Это, кстати, Свердловская самоделка, но её могут и другие сделать. И она, конечно, радует глаз и слух многих посетителей. Свердловская самоделка Свердловская самоделка Свердловская самоделка